Итак, одиннадцатое возражение. Я не люблю или я не умею продавать. Но частично ответы уже были. И вот мой ответ. Вот в этом я тебя очень хорошо понимаю. Первое, что я ответил на предложение бизнеса Amway, что даже за миллион долларов я не буду торговать стиральным порошком. И, как видишь, уже почти 30 лет успешно развиваю этот бизнес. Первое, что меня спросила одна моя знакомая, она сказала, обязана ли я буду кому-то что-то продавать. Я ответил, что не обязана. Через несколько месяцев она уже была очень успешным предпринимателем Amway. За 30 лет в бизнесе мой взгляд на продажи поменялся. Я понял, что мы боимся фактически не продаж, а мы боимся впаривания. Мы боимся быть назойливыми. К счастью, в Amway этого не требуется. Назойливость скорее повредит в этом бизнесе, чем поможет. А продажами, по сути, занимаемся мы все и занимаемся всю жизнь. Когда мы работаем, то продаем свое время и свой труд. При собеседовании, при приеме на работу или когда мы ухаживаем за кем-то, пытаемся понравиться, мы продаем себя. Когда мы доказываем что-то супругу или супруге, то продаем свою идею. Когда маленький ребенок требовательно орет, то он продает свое желание, свое требование родителям и так далее. Когда мы хвалим своего бухгалтера, парикмахера, стилиста, в этот момент мы продаем бухгалтерские услуги, прически, услуги стилиста. Когда мы рекомендуем свой любимый ресторан, фильм, книгу, мы продаем блюда, билеты в кино и книги. Просто сделка завершается без нашего прямого участия. Саму продажу осуществили, по сути, мы, в своей рекомендации. Так что продажи – это то, что нам очень хорошо знакомо и то, чем все мы активно занимаемся. Рекомендации – вот главный инструмент бизнеса Amway. Мы делимся впечатлениями, мы рекомендуем попробовать. Это называется рекомендательный маркетинг. Еще один способ – делиться знаниями на базе своей экспертности, давать какую-то информацию, консультировать. Это консультационный маркетинг. Так что бояться тут нечего. В этом бизнесе мы делаем все то, что делали и будем делать всегда. А если же вопрос в том, что я не против продаж, но не умею, то тогда ответ простой. Это совсем несложно и мы тебя научим. Я привозил пример, раньше заправлял себя в Гелиусе, потом смотрю, что в Гелиусе, когда заправлялся, машина начинает троить и бензин быстро расходуется. Перешел в Сенуэл. В Сенуэле тяга улучшается и бензин не так быстро заканчивается. Потом я поделился с этим на работе со своими коллегами. Им рассказал, что не надо заправляться в Гелиусе, заправляйтесь в Сенуэле. Я их направил с Гелиуса в Сенуэл. Я говорю, что я сделал? Я говорю, продаю Сенуэлский бензин. Я же не умею продавать, но я же говорю, вам порекомендовал, где хороший бензин. Вот видите, я говорю, продал уже вам бензин, но Сенуэл мне за это не платит. А в нашем бизнесе мы можем зарабатывать, рекомендуя наши витамины или продукции. У меня головная боль была. Ну, порекомендовали Б-комплекс, я пропил ее. И у меня, получается, где-то через месяц вот эта головная боль прошла, которая болела 10 лет. Врачи не могли найти причину. А Б-комплекс эту проблему лишил. Теперь я, где хожу, всем рекомендую, у кого голова болит, а голова у всех она болит. Но не знает, как ее вылечить. Я им рекомендую вот этот Б-комплекс. Я что делаю? Рекомендую. Я не продаю, рекомендую. И, получается, у меня заказы появляются. Не от одного человека, а от нескольких уже человек. И обороты увеличиваются. Я не умею продавать, но я рекомендую полученный результат свой. Отлично. В принципе, за последние годы категорически изменился, ну вот весь ландшафт экономически изменилось отношение к сетевому бизнесу. И если еще, когда мы только начинали здесь в Казахстане, вот 13-14 год, иногда было такое, что мне говорили, ой, да моя тетя купила там три контейнера стирального порошка и так далее. То последние годы ситуация категорически меняется. Вплоть до того, что приходят молодые ребята, которые конкретно говорят, что я хочу заниматься сетевым бизнесом. Я изучил этот бизнес, я узнал, что компания Amway это старейшая. Я поискал среди своих знакомых и мне посоветовали обратиться к вам. То есть люди, во-первых, поумнели. Во-вторых, принципиальная ситуация изменилась с 90-х годов и с той поры там дикого сетевого бизнеса, как я это называю, да. И того, когда это дело совершенно непрофессионально, без того, чтобы компания присутствовала вообще на рынке. Я всегда говорю, ребята, компания вообще здесь ни при чем. Ее не было на рынке. Она на рынок зашла в 2014 году официально. Открылся ТО Amway Казахстан. То есть вот это вот важно тоже до людей доносить, что очень часто это бывает вообще не про компанию. Это бывает про какие-то недобросовестные практики, которые используют люди. А человеческий фактор, вон везде человеческий фактор. Но, повторюсь, все меньше и меньше этих разговоров. Наоборот, все больше и больше восторгов продуктам. Все больше и больше людей говорят, я знаю, что в сетевом есть деньги. Даже если человек сомневается, но он говорит, я знаю, что в сетевом есть деньги. Возражений, которые были раньше, уже сейчас мы не встречаем. Но, тем не менее, наш новичок может их встретить. И вот именно поэтому мы стараемся сделать как можно более полный список с тем, чтобы наш новичок был готов ответить на любое возражение. И чтобы ни одно возражение не обескуражило его, не поставило в тупик. Дай бог, чтобы через 10 лет нам вообще не пришлось вести работу с возражением. Чтобы у нас времени не хватало записывать, записывать, записывать желающих. Ну, я надеюсь, что мы к этому идем. Естественно, престиж сетевого бизнеса, он меняется, он возрастает. Отношения в обществе, 100%, я сам это везде чувствую и часто встречаю, все более позитивные. Все чаще люди узнают, что сетевое – это круто, что в сетевом есть деньги, что сетевое – это технология, это хорошая продукция. То есть, такой уже ликвидации общей безграмотности постепенно прошла. Уже таких диких возражений, как раньше, действительно нет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и обязательно подписывайтесь на этот канал. Живите в полную силу, живите со страстью.